Привет! Есть 5000? Завтра верну. Такое сообщение пришло от нашей коллеги Татьяны Гладковой. Рассылка была сделана практически всем, кто есть у нее в ВКонтакте. Понятно, что Татьяна к этой переписке не имеет никакого отношения. Орудовали мошенники. Вроде написала, что простите, меня взломали, сделала общий пост, посмеялись, полайкали и все. Но чуть позже до меня дошло, что на самом деле это не такая уж и веселая ситуация, потому что кто-то же действительно мог в это поверить и мог перевести деньги. Некоторые адресаты пытались с псевдо Татьяной вступить в переписку, заявив, что деньги есть и не прочь одолжить. Тут же мошенники присылали номер карты одного известного крупного банка. Как правило, говорят правоохранители, действуют преступники на расстоянии, базируясь в Петербурге, Москве или даже за пределами России. К сожалению, на уже известную схему многие до сих пор ведутся. В основном это люди пожилого возраста. С возрастом уровень, скажем так, критичности восприятия информации, он снижается. Люди доверчивые, люди беспомощные. И за сегодняшние, по-моему, сутки в сводке есть информация, когда женщина перечислила 90 лет 21 тысячу злоумышленникам на подобное сообщение. Проверка проводится в перспективе возбуждения уголовного дела. В случае, если списание денег с вашей карты происходит без вашего ведома, вполне реально собственные средства вернуть. Для этого необходимо сразу же обратиться с заявлением в полицию и в банк, говорит главный эксперт отдела безопасности и защиты информации регионального отделения Центробанка. Но если вы собственноручно перевели кругленькую сумму, не убедившись, кому именно пытаетесь помочь, то пиши пропало. Хотя по номеру карты адресата специалисты могут определить ее владельца. Но здесь опять же возникает такой вопрос в том, что карту выпустили на этого человека, могли эту карту у него украсть, могли за какое-то вознаграждение он ее мог передать другому человеку. То есть мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что вот этот вот человек именно пользовался картой и он мошенником является. Но хотя он при этом может попасть в уголовное дело как соучастник преступления. И еще во многом мы сами помогаем мошенникам нас разводить. Взломать личную страничку в социальной сети несложно. Пользуясь интернетом в течение дня мы переходим по всевозможным ссылкам, посещаем непроверенные сайты, которые автоматически поглощают нашу личную информацию. Так получилось и с Татьяной. Она восстановила страничку, придумала сложные пароли и на всякий случай предупредила друзей и знакомых, что если и пытается взять в долг, то лично в руки. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.